Много воды не всегда хорошо, особенно если ею в буквальном смысле заливает дома людей. Причем не где-то на периферии, а почти в самом центре крымской столицы. В том, что жилище на воде в Симферополе реальная проблема, а не экзотическое зрелище, убедилась наша съемочная группа. Симферополец Сергей обратился в редакцию первого крымского со своей проблемой. Мужчина пожаловался, что его дом заливает водой. Когда наша съемочная группа прибыла на место, переулок делегатский. Удивлению не было границ. Такое не везде увидишь. Получается, где-то сутки здесь три ведра, но там же на улице выходит 35 ведеров в сутки. А там же дальше ты еще не видел. Ну получается, грубо говоря, где-то 100-150 ведер. Это за сутки? Да, за сутки. Сергей вычерпывает воду прямо в комнате из-за кровати своей пожилой мамы, Милы Николаевны. Ей уже 78 лет, ноги почти не ходят и женщина большую часть дня проводит в доме. Понятно, что из-за постоянного потока воды плесени тут хоть отбавляй. Поэтому проблемы с дыханием у Милы Николаевны возникают довольно часто. Вот смотри. Это самое, подложили. Видишь, подложено все. Вот. Пол пробежали. Там, вот, глянь сюда. Что это? Это вот все из-за воды пол, да? Да, да. Поняла, что сгнило. А вообще, во дворе, где живет Сергей с мамой, расположены 9 домов. И из стены каждого торчит небольшая труба. Это люди пытаются сделать хоть какую-то дренажную систему и вывести воду на улицу. Вот девушка Юлия. У нее двое детей. Чтобы добраться до своего жилища, ей приходится преодолевать серьезные водные барьеры. Вот эта вся вода, если ее не вычерпывать вовремя, вот за ночь натекает вот это полное все вот это вот. И она течет в комнату. Все полы гнилые, обои. У меня двое детей, то есть я вынуждена отсюда переехать, потому что я боюсь, что у меня второй этаж на голову вводил. Делать ремонт бесполезно. Новые обои сгнивают буквально за пару недель, а кафель отваливается. Еще один дом Аси Колесниковой. Женщина показывает свой бассейн в подвале. Вроде что же жилое обещение. Хочется жить уютно, хорошо. Вот смотрите. Если туда она ставится, смотрите, волна. И ступеньки все отваливаются по чуть-чуть. Вы представляете? Итак, три месяца. Все дома уже практически аварийные. Вода подмывает фундамент. Из-за нее трескаются и обваливаются стены. Кто может, пытается отсюда съехать и бросить свои жилища. Но большинству деваться некуда. Прям струя течет. Вот это мы сделали вот такой дренаж. Для того, чтобы как-то уходило. Потому что в доме там вообще тоже был мрак. Все, видите? Вот это мы вывели вот такой дренаж. Но откуда берется вода? У людей предположение есть. Прошлой весной они уже были научены горьким опытом. Когда у людей буквально год назад была такая же проблема, ее источник оказался здесь, на улице Красноармейской. Вот ровно подо мной находится водопровод, который тогда прорвало. И по системе колодцев вода спускалась в дома людей. Ну и так как сейчас к ним никто не едет на помощь, придется нам провести ревизию самостоятельно. Ну что, Сереж, давайте? Давайте. Опа. Ну, ну вот, собственно, и понятно, откуда течет вода. Теперь следующий ход за городскими властями Симферополя. Передаем эстафету. Причина проблемы ясна. Осталось найти и устранить прорыв. Пока это мокрое дело не закончилось действительно плохо. Александр Губарев, Анатолий Скорик. Время новостей.